В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Провалы этой недели или как Кремлевский вал и остальное центро города уходит под землю? Такого еще не было никогда. Пообещал сделать Рязань краем хороших дорог. Николай Любимов ответил на вопросы журналистов. В полянах взорвался гараж, погибла женщина, следователи возбудили уголовное дело. Что за иллюстрации по всему городу с человеком в котелке с яблоком вместо леса? И почему в июле стоит зайти в художественный музей? Эту неделю рязанцы еще долго будут помнить как провальную в буквальном смысле этого слова. Только на одном Кремлевском валу сразу несколько обрушений, а в центре города еще больше. Мои коллеги увидели каждую из ям и попытались выяснить, в чем причина проблемы, которая с каждым днем приобретает поистине городской масштаб. С каждым днем рязанцам все больше кажется, что город уходит под землю. Масло в огонь подливает случай провала асфальта на Кремлевском валу. Все началось с 27 июня, когда там появилась небольшая яма, которую заделали очень быстро. Но на следующий день рязанцев ждал новый сюрприз. Для них сделали бесплатный аттракцион. Такая карусель произошла потому, что на дороге к Кремлевскому валу не установили никаких предупреждающих знаков. О том, что большой пласт асфальта провалился под землю. Виной такому происшествию стали прогнившие трубы коллектора. Специалисты говорят, что такое несчастье должно было произойти. Но никто не знал, что случится это так скоро. Капитальный ремонт был запланирован на 2018 год. По данной аварии, по данному коллектору будет у нас произведено внутреннее расследование, по которому будет сделано заключение. Также будет произведена телеинспекция всех участков по этому коллектору. И уже на основании этого будет нами принято решение о дальнейшей замене каких-то участков, которые находятся в аварийном состоянии. Едва рязанцы оправились от этого происшествия, как асфальт вновь провалился. И социальные сети заполнили шутливый комментарий о случившемся. Кто-то говорил о строительстве метро, другие утверждали, что это поздно сработавшие ловушки на татаро-монгол. Но на самом деле ситуация смешной не была. Движение в центре города оказалось парализованным. Причина провала все та же. Это тот же коллектор, который повторно рухнул только в другом месте. После проведения телеинспекции этого коллектора было принято решение, что необходимо в два этапа поменять участок протяженностью 425 метров. Но Кремлевский вал оказался не единственным местом Рязани, которое решило уйти под землю. Асфальт на улице Горького также провалился. Из-за подлива грунта и щебня. Дожди и ливни делают свое дело. Догнать своих асфальтовых собратьев решил и тротуар. Он провалился в понедельник на улице Соборной. А 5 числа тротуар рухнул прямо у цирка. До сих пор причина их обвала неизвестна. Сейчас специалисты утверждают, что опасности обрушения на Кремлевском валу нет. Хотя каких-то комментариев по поводу того, что на самом деле город рушится на глазах, никто не дает. Поэтому жители Рязани затаили дыхание в ожидании следующих провальных происшествий. Из-за ремонта Кремлевского вала центр города всю неделю стоял в пробках в час пике. Во вторник ситуация и вовсе стала сложной. На улице Ленина рухнул столб. Обломилась металлическая опора контактной сети. Как сообщили в благоустройстве города, конструкция сломалась из-за старости. Скованы оказались улицы Ленина, Свобода, Есенина и Первомайский проспект. Где-то асфальт уходит из-под ног внезапно, а где-то разрушается долго и мучительно для колес автомобилей. Как, например, происходит в одном из дворов в Дашковой песочне. Отремонтированная улица Большая и дорога в Рязанском районе. Много лет она вся была в ухабах, а сколько пробитых колес и испорченных нервов осталось в ямах – не сосчитать. Жители песочне ликуют. Похвастаться хоть одной дорогой с таким ровным покрытием может не каждый район города. Правда, хорошее настроение длится недолго, и разочарование наступает, стоит только свернуть с главной дороги. Здесь действует негласное правило. Чем дальше во двор, тем глубже яма. И пока большие дороги улиц постепенно приходят в должный вид, во дворах от дороги остается только одно название. А впечатление создается, будто едешь после бомбежки. Говорят, лето выдалось дождливое, и вода размывает асфальт. Впрочем, зимой обвиняют снег. А пока виноватой остается погода, местные автолюбители остаются без колес. И чем дальше, тем проблема приобретает более грандиозный масштаб. Мы во дворе дома 54, корпус 1, на улице Касимовское шоссе. А дорога сама, пожизненно, сколько я хожу сюда, я тоже в этом районе, постоянно яма на яме. Она никому, она как бесхозная. За дорогой следил. Сколько здесь живем, тут дороги никогда хорошей не было. Только начнутся выборы, так залатают. Проходят две недели, как будто и не делали ничего. Куда они что-то девают. Возмущению горожан нет предела. Как нет предела и количеству ям на этой дороге, пролегающей сразу через несколько дворов. Но лидером, среди прочих, является вот эта дорожная беда. Не все водители даже решаются здесь ездить. Осторожные даже не решаются проезжать этот подъем. Пострадавшие положили в яму шину, коробки, доски, как знак для привлечения внимания. Попав в яму, в ней можно застрять. Они краешком не могут. А если вчера женщина с детьми прям постряли, вытаскивали их. Да, сзади прицеп и назад. Это страшное дело, катастрофа. Ее глубина и размеры впечатляют, а лужа скрывает ее настоящую опасность. Объехать ее получается только у местных и самых опытных. Не надо, не надо, не надо, не надо. Да я бы, конечно, вырвался, но не буду. Очень печально все у нас здесь. Ужас. Я когда здесь больше не поеду. Всегда попадаю в нее. Всегда колеса, ходовка. Сколько лет ей жили эту яму? Ой уж, нет, 10 точно, как не больше. Ее просто засыпают, ее размывают, и опять яму все больше и больше. Мы не раз показывали в своих сюжетах эту дорогу и обращали внимание именно на эту яму. После каждого выхода проблемные места засыпали щебнем или кусками асфальта. Как будет на этот раз, покажем в следующих выпусках. Проблема дорог, обманутых дольщиков, застройки города и Солочи. На эти и другие вопросы ответил глава региона Николай Любимов. Пресс-конференция состоялась в четверг. В ней приняли участие представители телевизионных, печатных и интернет-средств массовой информации города и области. Более чем за час Николай Любимов ответил на порядка 40 вопросов, многие из которых, по его словам, относятся к весьма острым темам. Итак, на вопрос про обманутых дольщиков, политик сообщил, что обяжет написать заявление об уходе министра строительного комплекса региона в случае, если до понедельника ситуация не решится. Речь идет о дольщиках строительства жилого комплекса «Аэробус» и дома строительной компании «Вятич» на улице Кольной. Со всеми остальными дольщиками, обманутыми, естественно, мы будем разбираться. Если не так же, то, по крайней мере, приблизительно так же. Ну, жесткие решения тоже нужны, сами понимаете. Также журналистов интересовало, повторит ли Любимов калужское экономическое чудо на Рязанской земле. Вижу намного больше серьезного потенциала в Рязанской области для того, чтобы здесь можно было действительно какое-то чудо воспроизвести. Чудо, на мой взгляд, заключается в одном у нас на Рязанской земле здесь, в том, чтобы просто люди заработали, чтобы они поверили не в будущего губернатора только, а поверили в себя. Да, чтобы они поверили и начали работать. А их в этом стремлении начали поддерживать. Вот это самое главное. На пресс-конференции Николаю Любимову задали вопрос о кремлевском вале, который в народе уже называют кремлевским провалом. Глава региона ответил, что пока нет программы обновления инфраструктуры, будет латание дыр. Саму программу должны разработать к ноябрю. В целом о дорогах был также задан вопрос. Журналист интернет-газеты даже пообещал за счет собственных средств поставить политику памятник, если ему удастся обновить дороги региона. Дороги – это приоритет этот раз, но единственное, что невозможно кому-то за дороги поставить памятник хороший, потому что дороги все равно выходят из строя периодически. То есть, если за пять их лет привести в порядок, то потом они опять начнут разбиваться. Но дороги – это приоритет, это однозначно, и это я вам могу обещать прилюдно, при всех. Дороги мы будем делать постоянно, неуклонно и добиваться здесь, чтобы Рязань считалась краем хороших дорог. Поинтересовались журналисты и ценами на лекарства. Проверяют ли в области ценообразование в фармацевтике. Рязанские наши небольшие аптеки, они как раз соблюдают ту наценку, которая допустима от сети не регионального, а федерального характера. Они как раз эту наценку не соблюдают, и мы им там будем бить по рукам. Однозначно, это наша полномочия. Сосновый Бор – точечная застройка исторического центра города и Солочи. Все эти вопросы также прозвучали на пресс-конференции. С санаторием отметил Любимов. Ситуация непростая. Накануне он провел по этому поводу совещание с правоохранителями, но подробности пока оглашать не стал. Одной из проблем там является то, что на территории Соснового Бора уже построено два частных дома. А это осложняет переход недвижимости и статуса частной в государственную. По Солочи мы должны принять однозначно правила землепользования и застройки, которые будут однозначно включать в себя охранные зоны. По Солочи. Там нельзя строить. Журналисты поинтересовались, любят ли глава региона поэзию Сергея Есенина. И Любимов прочитал несколько строк из его творчества. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увиданием золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Политик отметил, что имеет даже внешние сходства с известным поэтом. Напомним, это уже третья встреча Николая Любимова с рязанскими журналистами. Утром 4 июля в поселке Поляны погремел взрыв. Кирпичный гараж как будто вывернули наизнанку. Погибла женщина. Следователи возбудили уголовное дело. В чем причина трагедии, выяснял на месте происшествия Валерий Седов. По сообщениям очевидцев, в 8 часов на улице Советской прогремел взрыв такой мощности, что стекла близлежащих домов едва не выбило. Крыши дрожали, а стены в домах шатались. Припуганные местные жители вышли на улицу. Екатерина Гавриловна утверждает, что не было видно ни огня, ни дыма. А с другого конца улицы ей позвонил маленький мальчик, родители которого ушли на работу. От страшного звука ребенок спрятался под стол. Когда она вышла на центр улицы, то увидела рухнувший гараж. Жители соседних домов уже собрались и помогали хозяину разбирать завалы. Еще ходил туда, слазает, туда старается что-то. Жена, говорит, женщина там, говорит, жена у него там, райка там. Жена там, говорит, застряла. Потом девочку, она на руки взяла, девочка вышла оттуда. По сообщениям очевидцев, в момент взрыва в гараже находилась семья из трех человек. Отец, мать и их маленькая дочь. К моменту приезда нашей съемочной группы мужчину и девочку уже увезла скорая помощь. Мать, к сожалению, скончалась. По рассказам соседей, когда они разбирали завалы, женщина была еще жива. И они же ответили на главный вопрос, почему семья оказалась в гараже в момент взрыва. Вот они достроят дом, там отделка идет, а жили пока в гараже. Он такой, со вторым этажом, с надстройщиком. Предварительную причину обрушения гаража назвал начальник отдела ГОИЧС Рязанского района Андрей Недельский. По его словам, это был взрыв баллонного бытового газа. Мы будем следить за развитием событий. Клиенты Рязанского медицинского центра заявляют, что стали жертвами психологического воздействия. Двое руководителей косметологической клиники подозреваются в хищении денежных средств. История всех этих женщин написана буквально под копирку. Им позвонили из одного и того же медицинского центра и пригласили на бесплатную процедуру. Многие из них уверяют, что лишь дома обнаружили подписанные документы на кредит от 50 до 100 тысяч рублей. Бывшие пациентки медицинского центра уверены, что их ввели в заблуждение и вынудили подписать, оформить процедуру в кредит. Я ничего не знала, поэтому я не могла даже прочитать. У меня я в таком состоянии была. И в итоге получается ли наличным денежным средствам? Нет, кредит. Кредит на три года. А сколько сумок? Где-то 89, ну, в общем, 90. Да я вообще даже никогда в жизни под старсть лев такую в капкан попала. Ну, как это так? Вот доверяли, девочки, мы доверяем вам, как своим детям. Ну, так же нельзя. В полицию обратились около 30 рязанцев. Суммарный материальный ущерб составляет более 2 миллионов рублей. В отношении руководителя медицинского центра, жительниц Москвы, возбудили уголовное дело. Награды и почетные грамоты на этой неделе получили лучшие работники промышленности, аграрии, медики и педагоги. Все они внесли свой вклад в развитие той или иной сферы жизни и всего региона в целом. Для того, чтобы Рязанская область знала своих героев, знала, кого им надо чествовать, знала, что у нас огромный потенциал, знала, что у нас в Рязанской области огромное количество возможностей для того, чтобы развиваться дальше. За личный вклад, большие достижения в области науки, культуры и спорта продолжать список заслуг можно долго. Всего отметили более 20 лучших сотрудников рязанских предприятий. Вручили одну из самых высоких региональных наград – звание «Почетный гражданин города Рязани». Им стал герой социалистического труда Борис Гусев. Действительно, вот это высшая награда Рязанской области. У меня много наград. И, наверное, каждый как-то дорога. Где-то 7 лет тому назад мы получили премию правительства в области науки по строительству. При этом мне пришлось объединить наших рязанских коллег. И мы получили за гибкий железобетон в строительстве. Это необычная штука. Железобетон не очень гибкий, но может быть гибкий, который мы создали и который сейчас где-то успешно, где-то менее успешно притворяется в жизнь. Среди награжденных и краевед Арсен Бабурин – создатель Рязанского сада камней и ряда других проектов. Стоит отметить, что все его работы преследуют одну цель – исследовать историю города. Удалось с ним пообщаться Валерию Седову. Создатель Рязанского сада камней Арсен Бабурин не останавливается на достигнутом. Параллельно с этим проектом он развивает и другие. И планы его очень амбициозные. Меня интересует просто вся историческая составляющая города Рязани. Потому что Рязани 900 лет, за это время накопано очень много исторических событий людей, которые здесь были. Потому что вся история России так или иначе отразилась на городе Рязани, на Рязанской области. Сосредоточиться краеведу захотелось на периоде Великой Отечественной войны. Многие рязанцы и не догадываются, каким был наш город в те страшные года. Все время считается, что боевые действия… То есть Рязань поучаствовала в войне где-то там на периферии. То есть у нас больше всего героев Советского Союза, даже больше, чем в Москве. Смотрел, интересовался эту историю. В 40-х годах прошлого века население нашего города составляло порядка полутора миллионов человек. А в Москве – четыре миллиона. При таком соотношении населения количество героев имеет обратную пропорцию. Около 400 рязанцев и 200 человек москвичей. О таком количестве героев нашего города, по мнению краеведа, люди должны знать. Сейчас почти всем героям установлено на домах, где они жили мемориальные доски. Тоже 3 мая в этом году у нас такие вызывания открылись на доме, где был дом Узумрудова, улица Ленина, дом номер 2. Вторая доска, то есть там два героя Советского Союза жило. Во многих школах, вот будет 1 сентября, мы надеемся, на 8 школе откроется доска Вожеркина, герой Советского Союза, который там работал в учителе на историю. На строительном техникуме, где оказывается, у них три выпускника Героя Советского Союза и полный кавалер Ордена Славы. Но мемориальными досками дело не ограничивается. У реки Павловка уже установлено 11 противотанковых ежей, которые сварили из рельс. В этом инициативной группе помогло Рыбновское депо. Установлены они 2 декабря в честь памятной даты контрнаступления советских войск. Правда, вандалы уже успели украсть 4 ежа. Мы сейчас делаем тот же камень, на котором будет надпись о ходе событий, который будет рассказывать, почему здесь ежи стоят. Город Рязань находился на осадном положении, здесь проходила одна из линий обороны. Вот тогда будет понятно. Тогда надеюсь, что эти ежи будут стоять на месте и что-то просто не посмеют. Вот это тоже еще одна точка непосредственного участия Рязани в Великой Отечественной войне. На вокзале Рязань-1 установлена памятная табличка, которая рассказывает о том, что на деньги рязанцев в период Великой Отечественной войны был построен бронепоезд. На данный момент мемориальными досками отмечены все госпиталя, школы и больницы. Но Арсен Бабурин считает, что и этого недостаточно. Так что работа по увековечиванию памятных событий и героических поступков наших земляков будет продолжаться. Дубрава спасена. Беспокойство о судьбе зеленого массива возле Троицкого монастыря на Московском шоссе возникло у градозащитников еще несколько месяцев назад. Тогда выяснилось, что дубы вырежут, а вместо зеленой зоны построят очередной торговый центр. Активность рязанцев и неравнодушие сделали свое дело. Сегодня роща ничего не угрожает. Тревогу экологи забили в мае, когда выяснилось, что территорию в 19 гектар на Московском шоссе напротив торгового центра «Премьер» отдали в аренду с разрешенным видом использования земельного участка для строительства торгово-развлекательного центра. Между тем, вся эта площадь сегодня занята прекрасными дубами. У нас в городе обеспеченность торговыми центрами, объектами торговли очень высокая. И это очень хорошая вещь, потому что, в принципе, жители имеют возможность в пределах пешеходной доступности в большинстве территорий могут приобрести и товары повседневного спроса, и товары дорогие, но все вплоть начиная от ниток с уголкой и кончая автомобилями. Это хорошо, но перегибать не надо. Потому что в то же время у нас в городе существует проблема такая, как нехватка по балансу территории города и по действующему генеральному плану нехватка именно общегородской зелени. Дубрава была посажена рязанскими комсомольцами в начале 50-х годов прошлого века. Этот второй рукотворный лесопарк засаживали для жителей растущего, развивающегося города. При утверждении нового генплана Рязани зеленую дубраву закрасили малиновым и отнесли к зоне застройки деловыми объектами. Вот и вышло, что над зеленым массивом нависла угроза. Между тем, чтобы спасти дубраву, оказалось достаточным всего лишь проявить гражданскую активность. По обращению экологов и градозащитников в генплан теперь будут внесены изменения. У тебя предстоит определенная процедура, она не такая уж маленькая. То есть вот наша комиссия приняла решение, дальше администрация выходит вот с таким решением, с этим предложением уже на городскую думу. То есть проводятся публичные слушания, и если публичные слушания проходят нормально, а я думаю, тут проблем не будет, потому что жители, ну я уверен, инициатива правда хорошая. Этот лес очень нужен городу. В Рязани на одного жителя приходится 10,3 квадратных метра зеленых зон общественного пользования при минимальной норме, установленной законом, в 16 квадратных метров. Процесс присвоения территории статуса лесопарка небыстрый, но само решение принятой комиссии уже означает, что никакой стройки здесь не будет. Эти июльские выходные могут стать самыми холодными за весь месяц. Прогнозы синоптиков не утешают. В ближайшую неделю ждать жаркой погоды не придется. Сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и температурой воздуха на 3-5 градусов ниже климатической нормы. 7, 8 и 9 июля не обойдется без дождей, местами порывистого ветра. Температура воздуха ночью всего лишь 5-10 градусов, а днем 14-19 со знаком плюс. Если погода не позволит выехать за город или на любимую дачу, отчаиваться не стоит. Есть прекрасная альтернатива – сходить в музей. Тем более, что в областном художественном музее проходит выставка, заслуживающая внимания. Необычную и весьма странную иллюстрацию в эти дни наблюдают рязанцы по всему городу. А между тем, это автопортрет известного бельгийского сюрреалиста Рене Магрита. Остальные работы всемирно известного художника в эти дни можно увидеть в областном художественном музее. Сегодня этот образ эксплуатируют все – от поклонников продукции известной марки смартфонов, заменяющих незнакомцев фигуры Стива Джобса, до рекламодателей в рекламной компании Volkswagen сразу несколько аллюзий на Магрита. Тем временем «Сын человеческий» – такое название у этой картины – одна из самых известных работ автора. Почему лицо закрыто яблоком? Цель Магрита – по его собственному признанию – заставить зрителя задуматься. Из-за этого картины художника часто напоминают ребусы, которые полностью разгадать невозможно, так как они ставят вопросы о самой сути бытия. Ну вот в том-то и особенности от речи этого художника, что он пытался показать свой внутренний мир, отталкиваясь от идей, которые были заложены философами, психоаналитиками начала XX века, в том числе Фрейд, теория бессознательного, теория сновидений. То есть каждая картина – это окно в мир, индивидуальный, неповторимый мир художника. Он дает какой-то посыл зрителю, и зритель может соглашаться, может не соглашаться, но он может создавать, опять же, свою трактовку увиденного. Обычные повседневные образы – деревья, окна, двери, фрукты, фигуры людей. Однако его картины не менее абсурдны и загадочны, чем работы других представителей сюрреализма. Не создавая фантастических предметов из глубин подсознания, бельгийский художник небанально сочетал банальные вещи. Искусствоведы и ценители до сих пор предлагают все новые трактовки его картин и их поэтичных названий. Вероломство образа – такое название носит сегодняшняя выставка. Это картина-знак, это какая-то неожиданная развязка, может быть, чисто философской трактовки. Сесене Па-Эмпи – это не трубка, переводится текст с французского. И действительно, сам Магрих говорил, ну если кто-то скажет, что это трубка, то он будет неправ. Потому что действительно здесь лишь изображение. И вот как разгадать эту загадку, как можно изобразить предмет и в то же время наделить его какими-то качествами, которые в воображении зрителя выстраивают целую какую-то картину мироздания. Небо с плывущими по нему облаками. Настолько повседневный и употребляемый образ, что сделать его визитной карточкой какого-то конкретного художника кажется невозможным. Однако небо Магрита нельзя перепутать с чьим-то другим. На его картинах оно оказывается отраженным в причудливых зеркалах и огромных глазах, наполняет контуры птиц и вместе с линией горизонта из пейзажа незаметно переходит на мольберт. И всегда с загадкой, которую в эти дни могут попробовать разгадать рязанцы. Выставка пробудет в областном художественном музее до 23 июля. И на этом у меня все. Я напоминаю, что все новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам хороших выходных. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok